Вот мы заходим в налоговую службу, кабинет вот меня приветствует, расскажу, да, вот как видите, что у меня нет неоплаченных долгов, у меня все оплачено, но есть один интересный момент, вот когда я оплатил нынче до декабря за машину, налог, узнал, что есть в налоговом кодексе статья, которая пользуется, я уверен просто, им, ей пользуются олигархи, потому что они же уходят от налога, а обычно, скажем так, физлицо, оно обязано оплатить, вот я сделал запрос, вот прямо с этого приложения в налоговую, я попросил им вернуть все те средства, которые были им выплачены за машину, я не говорил за какой-то участок большой времени, и получил ответ, вот ответ, я обалдел, то есть мои деньги, поступившие к ним на счет, числятся как переплата, вот, смотрите, здесь написано, какой-то такой-то, даже присвоен номер ФНС России, номер 4 по Краснодарской краю, рассмотрел интернет-обращение такого-то, такого-то, такого-то числа 07.11.2019 года, по состоянию на 07.11.2019 года, числится переплата по транспортному налогу, представляете, ребята, физического лица в сумме 32001 рубль, именно та сумма копейка до копейки, которую я отправил им, самое интересное внизу, в соответствии с пунктом 6 статьи 78 налогового кодекса Российской Федерации, сумма излишнеуплаченного налога подлежит возврату, зачету по письменному заявлению, то есть мне. Вот это да, ребята, ну все! Здесь еще один интересный момент, здесь указано, что со дня, ну, то есть они мне прислали это письмо, в течение этого месяца, не позднее, я имею право забрать эти деньги назад себе. Дима, пиши срочно, класс! До, получается, сейчас скажу, 26, до 26 декабря, то есть сегодня, да? А ты написал? У меня паспорт, мы сейчас за ним едем. Да, мы, кстати, едем паспорт и стол. Получается, ну, как бы, я понимаю. Ну, ты мне пришли, можешь переслать это письмо, я его публикую. То есть ты не знал, что налоги транспортные можно не платить, что добровольными? Ты не знал, оплатил, а потом написал в электронном... В следующий раз я сделал обращение, но уже в новом году. Ага. И они готовы вернуть, ребята, представляете? Сенсация! У Димы переплата, и они готовы вернуть. В группу скинь, ага. Я вам размещу это письмо, этот ответ, но подтверждается действительно, что налоги носят...